Понимаете, в чем заключается идея правильного воспитания? Что надо понять свой уровень. Если я не могу, а что значит не могу? Очень просто, смотрите. Меня кто-нибудь уважает как личность глубокую. Означает, кто-то слушает мои наставления вообще в жизни или нет. Есть вот один человек, который вот так, открыв рот, слушает мои наставления. Нет ни одного человека. Так почему тогда ребенок будет их слушать? Если я не развился как личность до такой степени, чтобы меня кто-то слушал очень внимательно и сференно, значит не надо так пытаться воспитывать детей. Они не будут слушать. Единственный способ их воспитывать, это просто не давать им возможности делать что-то ужасное. Например, он хочет теперь бежать через дорогу, надо взять его за руку и держать. Не помогает попок и побеги. Не помогает угол поставить. Это нормально. Как тигрица шлепает лапой по голове своему тигра. Ему плакают как раз. Но так как это его мать шлепает, поэтому он сейчас тут кипленок. Знает, что мать ему шлепает. Это сравнивается с тем, что смотрите, кошка, она берет за загривок, когда берет мышку, туда испытывает смертельный страх. Хотя она еще жива. Кошка просто берет ее за загривок, несет куда-то. Но когда кошка точно так, что за загривок зубами берет своего под котенка, он сейчас, он висит, у него классно себя чувствует. И нет проблем. Поэтому с этой точки зрения, само по себе наказание, оно ничего плохого не делает. Это нормальный способ отношения, говорит, нельзя пить детей. Это факт, что девочек не надо пить. Почему? Потому что они сотканы из другого теста. У них психика настолько уточенная, что им достаточно просто сказать, спокойно сказать, и они все поймут. Или поставить их в угол. Лишить свободы. Девочка понимает все. У нее сердце находится близко к общению, к отношению. Близко у девушки. У мальчика сердце находится далеко. Далеко. Вот. И оно на розу вылазит, когда есть какое-то непреодолимое препятствие. Мальчики, они воспитываются на трудностях. Понимаете? То есть, когда у мальчика есть вот такое вот непреодолимое препятствие, у нее что-то в жизни раскрывается. И раскрывается не всегда тем путем, который как бы он хочет. Допустим, папа идет по попе. И при этом не надо кричать, будешь ходить на улицу поздно или нет? Допустим, мальчик пошел на улицу поздно, и там случилась какая-то неприятность, драка там. Пришел домой. Папа берет его за руку и говорит, Сейчас мы с тобой проведем воспитательный процесс. Спокойно говорим. И начинает по заднице ему бить. Как ты чувствуешь себя хорошо? Будешь теперь ходить на улицу поздно или нет? Как ты считаешь вообще? Правильно это или нет? Иди по стоящему углу. Но это при этом должна любовь проявляться. И ребенок думает, Папа меня бьет. У меня папа такой хороший. И он бьет меня по попе. Это значит, что я уже догулялся до чертиков. Надо что-то с этим делать. Понимаете? И предполагается, что когда папа бьет по попе, это означает, что ребенок его сильно уважает. И это для него какая-то необычная ситуация в жизни. Ну как такой уважаемый человек меня бьет по попе? Понимаете? Ненавистный человек меня бьет по попе. А я лучше. Все равно по своему делу. Поэтому воспитание означает, что ты уже стал таким человеком, которого можно уважать. Это первое самое необходимое правило, по которому ты можешь уже активно воспитывать своего ребенка или свою жену. Но не свою маму или свою папу. Здесь вообще это невозможно. Если старший человек, то никогда ты не сможешь его в жизни воспитывать. Единственный способ, ты можешь ему что-то дать через любовь. Опять же, ненавязчиво. Мама, если спросит тебя, чем ты занимаешься и как в жизни, можно смиренно ей сказать. И тогда она поймет это. Но если ты начнешь на нее давить, эта идея, она никогда не поймет. Нет, вы не согласны, она виновата в себе. С любовью вы говорите. С любовью надо. С любовью надо. С любовью надо. Дочка пытается воспитывать. Это неправильно. Дочка должна быть смиренна. Лень. Это первое правило. Иначе с мужем придется тоже так же в связи. Представьте, мама воспитывает, значит, мужа будете воспитывать. Мужа воспитывать, означает, он петухом станет. Если он станет петухом, будет драться. Видите, жена тоже не может мужа воспитывать. Она может смиренно ему говорить что-то. С любовью. Или в обиде. Видите, что такое. Вы? Опять от провелили любви у женщины. Если женщина сильно любит мужа, она будет его воспитывать? Женщина. Если женщина сильно любит мужа, она будет его воспитывать или нет? Мужчина. Да. Женщина будет или нет? Будет обязательно. Вкусно. Но вопрос только как. Если женщина, два проявления любви, запомните. Одно, это дарить ласку человеку. Второе, самое главное проявление любви, это воспитывать. Самое главное, вопрос только как. Если ты любишь близкого человека, значит ты не позволишь ему дегранировать. Не позволишь. Потому что это и есть проявление любви. Ты заботишься о жизни этого человека, но как ему не позволить? Я говорю, вот в чем вопрос. И женщина, которая любит, знает, как не позволить ему дегранировать. Она садится тихонько и плачет. Он такой говорит, в чем дело? Он говорит, ни в чем. Плачет дальше. И плачет очень решительно. Плачет и плачет. Подходит, в чем дело? Ни в чем. Ты уже три часа плачешь. Ну, в чем дело? Он такая понимание на него глаза. Смотрит на него. Выйдет сядь рядом со мной. Садится. Она смотрит на него и говорит. Я не хочу, чтобы ты больше пил. Не хочу. И берет его за руку и держит. В это время, так как она его любит, любовь передается. И так как она, любовь, имеет такую сильную природу, то его начинает колбасить. Колбасит, потому что она сильно любит его. И в это время у него в сердце такое приходит. Что, бросаешься, что ли? Жемел бросать. Знание приходит о том, что надо бросать. Вот с такими, через любовь, это знание по чуть-чуть в сердце вкрапляется близкого человека. Но видите, она ничего ему не доказана, не орала. Она, скотина, когда бродишь? Это не проявление любви. Любовь, видите, она какую природу имеет. Внутреннюю, сильную. Она ему ничего не говорила. Она просто сказала ему свои чувства. Она его не заставляла ничего делать. Она говорит, я хочу, чтобы ты бросил пить. Она его не заставляла. Она говорит, бросай, сволочек. Видите, совсем другое чувство, да? Точно так же по отношению к ребенку. Отец подходит к ребенку и говорит, сынок, я хочу, чтобы ты был с честным человеком. Он ему ничего не заставляет. И когда он должен это сказать? Когда ребенок открыт к этим словам? Когда вот эта кульминация произошла? Что ребенок не может понять, что с папой происходит? Он уже со мной не разговаривает двое суток. Это в тесты ребенка. Папа, мой любимый папа, который всегда уделял мне время. Смотрите, интересно, я рассуждений привожу настоящего отца, то есть ребенка, у которого настоящий отец. Папа уже, мой любимый папа, когда всегда, который всегда мне уделял внимание, всегда заботился о нем, даже когда он сильно уставал, он двое суток уже со мной не разговаривает. Неужели я действительно не должен бить морду к своему другу? И вот знание приходит, это знание приходит в сердце. Что папа раньше никогда так не поступал. Но я побил морду этому... Сережке. Сережке, которому пять лет, а мне шесть. И папа со мной не разговаривает даже. Неужели я такой плохой поступок совершил? И он в шоке. Он ходит, но папа при этом ничего не делает. Он не наказывает ребенка. Ничего не делает, он просто не разговаривает. Это высшее проявление любви. Потом, когда ребенок уже, папа, папа, пожалуйста, поговори со мной. И уже вот эта кульминация любви. Добой папа врачи с него сажает. Говорит, я хочу, чтобы ты вырос порядочным человеком. И все, и опять он больше ничего не хочет. И ребенок у него в сознании, этот случай, уходит на всю жизнь. Он никогда больше не будет бить тех, кто младше. Ему не надо объяснять. Ты понимаешь, скотина. Он младше тебя. Понимаешь, скотина? Скотина только хрюкать может, понимаете? Он никогда не понимает. Что если мы с давлением на человека что-то ему говорим, то у него блокируется разум. Он уже не работает. Все. Ребенку в таком состоянии ничего не объяснишь. Он ничего не поймет. Это бесполезно. Ведь поймите такую вещь. Если он побил этого ребенка, который младше, он действительно этого не понимает. Действительно. Надо это признать сначала. Первая стадия воспитания заключается в том, что муж смотрит на жену и видит, что она правда не понимает, что на мужа не надо орать. Первая стадия заключается в том, что он действительно... Он этот вопрос не понимает, что на мужа нельзя орать. Он этого не понимает, когда на него орут. Он не понимает просто этого. Это значит, что нельзя ее трогать в этом вопросе. Она просто не понимает, зачем ее сейчас третировать. Постепенно поймет за время. Так? Ведь если он осознал, что она не понимает, зачем тогда ее мучить? Пускай идет. Что страшного? Постепенно поймет. Видите, это правильное воспитание означает, что ты принимаешь близкого человека любым, какой бы он ни был. Понимаете, часто люди, родители... Вот вы смотрите теперь. Мой сын – Бог. Смотрите, эта концепция как работает. Мой сын – Бог. А он тем временем растет. Означает, смотрите, у детей. Маленький ребенок. Плохая карма вообще не выходит из сердца. Он кажется чистым. Чуть-чуть потрос. Плохая карма начала сильнее выходить из сердца. Еще чуть-чуть потрос, еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее. И уж пожилая бабушка уже у нее с огромной силой карма выходит из сердца тяжелого. Поэтому люди в возрасте старостной разу очень тяжело жить. И их попу никто уже не целует бабушек. Почему? Потому что попа уже не такая вкусная, как у ребенка маленького. У ребенка маленького хорошая карма выходит изнутри. И они уже попу целуют. Блин, как классно. Почему? Потому что хорошая карма выходит, можно попу целовать. Но бабушку никто не целует. Почему? Потому что уже другая карма выходит из нее, из бабушки. Но эта бабушка до этого была маленьким ребенком. Всего лишь какие-то... Затянулась белый тень. Гладь старинного пруда. Ведь была как дуготиня. Я когда-то молода. Понимаете? То есть она была еще такая же маленькая, и вот целовали в кубу. Причем так же. Почему я это говорю? Потому что ребенок растет. И из него выходит то, чего мы не ожидали. И такое выходит, что прямо жуть. Неожиданно. Понимаете, если родители поклоняются детям, что это естественно для них, они просто в шоке. И они думают, что на самом деле это вот эти скоты, которые на улице бегают, они моему сыну это все навязали. Он не такой, он на самом деле хороший. Твою мать. Знаете, в чем заключается? Эти люди искренне верят, что их ребенок хороший, означает, он не может материться на улице. Несмотря на то, что мы материмся здесь, дома каждый день. Они настолько ослеплены, что они не понимают, что ребенок их такой же, как и все остальные. Вот он такой же, как мы. Как у меня, я в институте учился, моя соседка наррала каждый день на свою дочь. В кого ты такая дура уродилась? Причем они один в один друг с другом. Вот одинаковые взгляды, все одно и то же. В кого ты такая дура уродилась? Она никак не могла понять. Мне было странно. Неужели непонятно, о чем кричать? Уже понятно, от кого? А потом я только понял, в чем причина. Причина заключается в том, что она поклонялась своей дочери. Она считала ее Богом для себя. И так как она поклонялась своей дочери, когда человек кому-то поклоняется, он отождествляет этого человека. Означает, что он никогда не поймет, что у него есть вот этот недостаток. Означает противоположная совсем реакция. Смотрите, если я не верю, что у моего ребенка может быть этот недостаток, значит я начинаю его знобить. Это значит, что я буду мучить его. Почему? Потому что я не понимаю, что у него есть сердце недостаток. А потом, когда на самом деле я понимаю, что мой ребенок склонен бить другие детей, я когда это понял, в моем сердце пришло это знание, я буду его наказывать за это или нет? Буду или нет наказывать? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Наказывать означает, что осталось совсем немного. Чуть-чуть осталось, и человек меняется. Можно наказать. Это наказать означает, что-то выкинуть последнее. Понимаете? Вышворк может что-то последнее. Но если весь шторм, пол штукатуркой покрылся, ты его не выкинешь. Тебе придется отскребать очень долго. Правильно, спасибо вам за слушание. И в чем идея заключается? Идея заключается в том, что если ребенок действительно, вот у него есть природное бить другие детей, природное бить. Все, эту тему оставляем. Оставляем. Ее не трогаем. В семье у нас эта тема не обсуждается. Почему мы занимаемся? Мы читаем о жизни святых людей, которые всем помогали, о всех заботились. И говорим ребенку, вот смотри, вот мы об всем заботимся. И мы с тобой тоже, вот бабушка у нас в соседней комнате. Мы идем и заботимся о ней. Читаем жизнь святых людей вечером. Правильная жизнь означает, как воспитывать детей. Можно воспитывать. Воспитание означает передача. Допустим, у меня нет хороших качеств, но у него есть. Что значит воспитывать? Читать о жизни святого человека, ребенка. Это значит, что через так, как ребенок очень воскресенчивый, он как антенна. Он слушает о жизни святого человека. И ему в сердце это входит. Независимо от того, святое я или нет, но из-за того, что он слушает о жизни святого, он прокидывается святостью ребенка. И потом, когда он пропитался, мы закрепляем это знание. Говорим, пойдем о бабушке заботиться. Бабушка болеет, мы сейчас не будем заботиться о ней. И мы начинаем лечить бабушку. Приносим ей попить. Это игра для ребенка. Но это и уже в этой игре происходит его жизнь. Потому что такое игра? Это действие, происходящее в любви. Почему для ребенка нужна игра? Потому что он неразумный. У него не хватает разума, чтобы понять, что это не игра. А у нас не хватает разума, чтобы понять, что для него игра это жизнь. Поэтому надо играть с людьми. Играть в жизнь. Так? Это нас сейчас любовь к ребенку. Так хватит играть, пойдем жить. Это ему жизнь игра. Так он жить. Потому что он ближе к душе. А чтоб вы знали, что там, где души живут, без грубых материальных тел. Ведоописывают этот мир, духовный мир. Там все живут в игре. Там, понимаете, каждый шаг танец, каждое слово песни. Там никогда не говорят, там только поют и танцуют все. Там нет такого, чтобы лекцию серьезно читали. Там в том мире, понимаете, в возвышенном мире. Возвышенное отношение означает любовь. Любовь там, где есть любовь. Там есть танцы, песни. И там все очень сладко. Означает, как в игре, понимаете. Поэтому, когда дети, они очень сильно привязаны именно к тому миру, к высшему. Потому что у них грехи еще не пошли из них выходить. И зачем мы это обрубать? Смотрите, система нашего образования. Все, хватит играть, боя материя. Но для него учиться означает играть. И разумные преподаватели, как преподают детям в игре, они из игры делают обучение. Их великолепно дети все усваивают. Потому что это и природа так усваивает. Сосветственникам, как важно? Насколько это важно? Насколько это важно? Смотрите, у вас, вы, уже вошли в то общество людей, белых лебедей, где сверстники вашего ребенка? Такие же белые лебеди. Вы уже сами общаетесь в таком кругу или нет? Нет. Тогда зачем вам ребенка отдавать туда, где ворота? Нет, просто ребенок не хочет на улице общаться, он на закрытии, он хочет с мамой. Значит, не с кем? Значит, не с кем? Нет. Это значит, чтобы вы не развились как личность до такой степени, чтобы у вас появились такие друзья, которые как лебеди бы осветили вашу жизнь. Понимаете, у нас возраст... Ага, белый лебедь на пруду. Как можно родить лебедка. Ну и что? Ну и что? Нет. Что, у вас нет друзей? Нет, так взрослые дети. Ну и что? Пускай взрослые. Или невзрослые. Возраст большой или маленький. Люди, когда они в благостном обществе живут, им все равно, какой возраст. Понимаете? Вот то знание, по которому я сейчас вам преподаю, оно было рассказано, рассказано 18-летним юношей. И вокруг него сидело 5000 бородатых мудрецов. Теперь вопрос, почему они этого 18-летнего юноша выбрали для того, чтобы он поведал им это знание? Потому что он обладал самой высокой квалификацией. Квалификация человека не определяется возрастом. Когда люди стремятся к духовному, у них нет возрастных различий. Они начинают общаться с разными людьми. И ваш ребенок, когда получит нужное образование, если вы попадете в круг лебедей, понимаете, тех людей, кто растремятся к высокому в жизни. И вам тогда не надо будет думать о том, должен ли ребенок общаться с ними? Он хочет, будет хотеть общаться? Почему ваша дочка? Дочка, ребята. Дочка, почему она закрыта? Потому что она очень чувствительная. Она чувствует, что там что-то не то. Так зачем ей туда пихать? Я не пихаю. Я наоборот. Мне пихать не надо. Правильно, правильно. Смотрите, это правильная тема. Давайте ее разобьем. Вы идею поняли воспитание, да? Три уровня воспитания. Первый уровень. Ни в коем случае нельзя насиловать детей. Это подшибает им разум. Они становятся недоразвитыми людьми. Они вырастают просто дубилами, понимаете? То есть нельзя пытаться насильно вообще никакому человеку, никогда что-то отпихать в его жизни, впихивать. Это означает, что человек просто не будет недоразвитым. Второе. Воспитание начинается с отношения мира. Если вы добились мира в своей жизни, это означает, что вы приняли жену с ее недостатком, какие у нее есть, приняли в свою жизнь. Вот она такая. Мы много раз говорим, ты несмиренная жене. Ты несмиренная. Вот она несмиренная. Ты себе это скажи. Себе сначала скажи и пойми это, что она несмиренная. Это значит, что она не может пока быть смиренной. Значит, что ей нужно время, чтобы стать смиренной. Это значит, не трогай ее. Дай ей возможность жить, как она может жить. Точно так же мой ребенок не понимает математику. Ну и Бог с ней из-за этой математики. Надо принять от человека близкого все, что он тебе дал в жизни. Хорошего и плохого означать любовь. Когда человек принимает, что происходит в отношении к штиле? Штиль означает, никто никого не мучает. Все любят друг друга, но не трогают пока. Отец не трогает сына. Он просто дает ему штини. Он говорит, сынок, пожалуйста, старайся жить правильно. Но он объясняет, как правильно, а сынок, допустим, он не может пока слушать. Почему? Потому что папе он не совсем доверяет. Вот придет время, начнет доверять. И когда он начнет доверять, тогда можно ему уже говорить, и тот будет слушать. А понимаете, в чем воспитание-то заключается? Идея воспитания. Знаете, в чем заключается? В том, что через эту штуку, вот эту вот, происходит изменение судьбы человека. На самом деле ребенок не сможет сам поменять себя и не бить морду, там, пеке. Не может, потому что это заложено в его психике. Так работает механизм его судьбы. Но если родители стали настолько возвышенными людьми, что ребенок начал их уважать, это означает, что папа скажет своему ребенку те же самые слова. Не нужно. Нет, он скажет не так. Он скажет, сынок, я хотел бы, чтобы ты точно так же, как я понял в своей жизни, или просто понял в своей жизни, что Петю не надо пить. Он хороший мальчик. Точно такие же слова, как часто родители говорят. Вот так как ребенок уважает своего отца, он будет слушать неославленное внимание, с очень глубоким вниманием это все. Результат такого слушания какой? В его сердце произойдут изменения. Сами произойдут. Дальше что произойдет? Он не будет этого делать уже. Это результат изменения в сердце. Таким образом, что такое воспитание? Смотрите. Просто не трогать человека. Это воспитание. Какое воспитание? Когда я не могу сделать так, чтобы он услышал, потому что я не развит еще таким образом, я просто ему даю спокойно жить. Так? Означает, принимаю его. Допустим, он хочет физику изучать хорошо, физику его толкаем. Ну, мы можем что-то сделать для близкого человека. Мы толкаем решительно. Дальше что я уже усвоил? Я уже усвоил, что этот мир часто соткан из крокодилов. И самые главные крокодилы водятся среди детей. Поэтому не факт, что ребенок обязательно должен очень активно общаться со сверстниками. Ответ на наш вопрос. Не факт. Потому что у нас сейчас культура, средняя культура в обществе очень низкая. А ребенок, он не разбирается, какая культура. А через любовь и общение переходит сознание. Теперь, допустим, ребенок должен быть развитым. Мы покупаем ему компьютер. Пускай, как все дети, будет развитым. И смотрит этот голопопный интернет. Не факт, что в этом заключается общение. Тот же самый компьютер можно, допустим, на тех сайтах держать, где ребенок получит духовное образование, нравственное образование. Такие сайты тоже есть. Можно, допустим, подборку фильмов дома сделать, чтобы дома были только такие фильмы или мультфильмы, которые дают нравственное образование. Ведь сама склонность смотреть, допустим, что что-то происходит, она заложена в человеке, от природы. Допустим, взять мультфильм Аугли, который часто цитируют. Он соткан из нравственных этих всех вещей. Там говорится о любви, о правде, о заботе и так далее. Понимаете? Детским языком. Это же уникально. Вместе весело шагать по просторам. Супер мультфильм. Почему бы такую подборку не сделать, и ребенок должен только это видеть? Он не должен вот этого видеть. Сейчас показывают детям. Это же страшно, понимаете, что им показывают. Они все это перенимают. Они воспитательны тут, потому что там идет любовь. Поэтому эти мультфильм и кристикаторы с любовью, вот эту всю дурь, муть эту всю, шизофрению, детям передают с любовью. Означают, что их надо всех расстрелять. А самое страшное, что есть в этом мире, это отравиться знания человека с любовью тем знанием, которое испортит ему жизнь. Или вот эти вот. С любовью. И они смотрят все это. Пусть даже вот это. Пускай даже вот это вот. Не печалься о сыне Злую долю клемя. И вовремя мстители. Пускай даже это там советский, там этот. Но там есть, понимаете, есть что посмотреть. Потому что там есть вера, там есть защита, там есть победа добра над злой. Понимаете, я о чем говорю сейчас или нет? Ну это, я тебе говорил, что я тебя отпущу. Фартнеггер. За ногу держит над скалой человек. Говорил, что я тебя отпущу. Говорил, а я тебя отпускаю. Этот бред смотрит, понимаете, дети. Они же это смотрят, что от Фартнеггер же все с любовью делает. Смотрите, у него такой, он такой идет. С любовью идет, все с любовью дойдется. Хорошие артисты все делают с любовью. Поэтому хочется смотреть. Но что они делают, вот в чем вопрос. Дети же не понимают. И начинают с Фартнеггера играть. Они приходят в парикмахерскую, говорят, мне прическу с Фартнеггера. Они хотят быть такими же, означают поклонение. Означают поклонение. Чему поклоняются дети? Эти всем, как бы, властелинам колец поклоняются. Всякое дребедение, понимаете, они поклоняются. Почему? Потому что там все делается с любовью. Да в чем заключается воспитание? Родители должны ребенку подборку такую сделать в фильмах, чтобы там было все с любовью. Вот фильм «Остров», допустим, да, все с любовью. Должно быть все с любовью. Красочно, хорошо. И чтоб ребенка никуда не тянуло во все остальное. И когда он этот вкус получает, чистой жизни, нравственно чистой жизни, он когда это дерьмо на палочки смотрит, или вообще без палочки, никакого сюжета нет, просто дерьмо. Он думает, господи, как это вообще можно смотреть? Он говорит, вася, пойдем, я тебе покажу настоящий фильм. Он уже начинает образовывать своих сверстников. Понимаете? Если родители не дают вот этот сладкий вкус в своей жизни, а когда они это не дают? Смотрите, когда они не знают, как жить правильно, они или ругаются друг с другом, или просто с сексом. С сексом, он меняет с секс. И когда они ребенке, или работают. Понимаете? То есть работают целый день. 15 часов сколько не работают? Детей нету, не в крытожей. Почему мы работаем? А вот работаем надо, квартира больше. Зачем вам больше квартир-то, когда? Ни с детьми нет отношений, ни с женой, ни с кем уже. Все, из работы все отношения закончились, сдохли. Работать для того, чтобы квартира... А кому она квартира-то будет нужна? Из отношений нет, все. Ютю. Квартиру купили и разошлись. Потом скандал. Кому квартиру отдавать? Это называется страсть. Результат? Детей никому не нужны. Теперь вопрос, зачем вообще их воспитывать детей? Зачем? В чем смысл? Ну так вот, для моей жизни, зачем мне воспитывать детей вообще? Зачем? Ну пусть живут, все живут. Чего париться-то? Ответ находится в верах тоже. Ответ говорит, что самое большое счастье, изысканное в этом мире, кроме духовного, конечно, человек получает. Понял? Человек получает, когда он в виде образованного, имеется в виду драстно-образованного, то есть правит на нацеленную в жизни своего ребенка. Когда это видно? Господи. Как хорошо жить на этой земле. Его сердце наполняется глубоким чувством, и он знает, что он не зря прожил в свою жизнь на этой земле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!